Добро пожаловать на чешки-девчонки! Вами ваша девочка волшебница Невермор, и под сенью Кровавой Луны Ката и Кер возвращаются-таки в родное предгорье. Но Кровавая Луна это ли только красный цвет? Нет. Вы помните, что это означает? Это бич любого вампира, который недостаточно накорблен, а Ката именно таковой и является. Странным образом, бредя, с Кера на себя ещё как-то сдерживала, но придя домой, тут же кидается на Седар. Совсем немножко испила она пантоидой крови, и бежит в следующие свои жертвы. Пускай добровольно Тейл отдаёт ей необходимый гемоген. Но жажда Ката мучает, мучает и мучает, пока не отпускает. Если бы не это маленькое происшествие, поход в целом можно было бы назвать даже удачным. Керпуская травмированная, но успешно зашла на своих двоих, да и кое-какой груз наши героини тоже донесли. Самое ценное, то что мы добыли с древнего ядерного реактора, это множество, а для нас это множество продвинутых компонентов. Теперь у нас их целых 10 штук. Хватит для более интересных вещей в производстве. Да и на тему производства заметим, пока Ката и Кер в бою добывали свою награду, строительные дроны здесь уже доделали свою малую работу. И программатор субъядер, и гистатор механоидов готовы. А значит, хотя бы базовое субъядро, на которое у нас хватит компонентов, мы можем себе позволить. Парочку даже, допустим. И это уже немалое достижение в сравнении с тем, что было. Даже Кровавая Луна и та уходят на следующий день, пускай это изнаменуется некоторым разбродом мысли у Сидару. Она понимает врожденную, встроенную в генетику нужду Ката, но все же какая-то грусть и обида немножко в ней таится. Впрочем, как и прежде, долго грустить времени просто нет. Если едой с охотой мы обеспечены, да и дерево нимф потихонечку растет, готовые в скорости произвести новую свою первую жизненную дрядку, то вот остальные процессы несколько замедлились. Как видим с добавлением двух устройств, вложиге статора и программатора, наша энергосистема немножко не выдерживает. Ката понимает, а стал уже врываться в основу геотермалки. Но гораздо более интересные и занимательные вещи не дают расслабиться. Во время обратного похода, Ката продвинутым сенсором из своего костюма засекла еще один сигнал. И это даже само по себе чудно. Столько слощных вспышек, а сигналы все пробиваются, пробиваются и пробиваются, и это далеко не сигналы комплекса механитра на востоке, нет. Если она понимает показания приборов правильно, то это древняя зерновая ферма, как будто бы даже до имперского периода. На такой мягко, скажем, заснеженной планете, да еще и в таком регионе, скорее всего, это остатки древнего производственного купола. Но даже на ферме, даже там, могут быть полезные инструменты. А значит, опять и снова, исследование геотермалекой энергии прерывается, чтобы отправиться в поход. В этот раз вместе с Тейл, и, пожалуй, даже боевым дронам. Оставшуюся Сидар и Кэр за это время подготовят новые запасы стали на производство, да и по возможности покопают новые обнаруженные кристаллы холода. Глядяши там, что-то интересное за ними найдется. Домашний же фронт в это время не будет беззащитен, ведь со старой базы Голубой Луны мы смогли таки с огромным перевесом ну тащить маленькую гурдутеральку из стали. Не бог ведь что, конечно, да и электросеть придется пробросить, но все равно какая-никакая защита. Во время возвращаясь к пленникам, и Блица собака в последнее время вели себя довольно тихо, и, возможно, в некоторой степени заслужили права отработать свою вину. Впрочем, делая выводы из прошлых событий, вину они будут отрабатывать здесь же, а расширяя пределы своей камеры, и вкапываясь все глубже и глубже в гору. В любом случае, эта маленькая база должна немножко расшириться, так почему бы не начать прямо сейчас? И вот подумайте, пожалуйста, кто-то явно хочет отработать свой долг. Собака настолько уверенно врывается в копание, что заставляет задуматься, а не сделать ли нам ему предложение, на постоянное его у нас пребывание. Тем более, что в белом единстве добра он точно не дождется. Правда, опять же, это дело дне будущих, но задел на работу неплохой. Ката же в это время, двигаясь со всевозможной скоростью в месяц Тейл, застегает еще один сигнал. Подумайте, только богат стал эпизод на сигналы. В этот раз не аварийный маяк, а сообщение от Юго-Западной Лиги, с которой мы уже торговали. Далеко на западе, за горным кряжем, они тоже нашли руины древнего аванпоста. Остатки их сохранились в покинутых пещерах, но туда будет дойти довольно сложно. На удивление встреченные Ката и Тейл по дороге несколько заброшенных зданий оказались чем-то им оказались. Просто заброшенными зданиями, руинами какого-то сооружения. Правда, вот пятна крови в одном из них намекают, что долго здесь оставаться не стоит. И действительно, цель так близка. Древний агрокомплекс. И там ведь явно что-то будет интересное. Едой, конечно, получилось не очень удобно. Она закончилась кратским на подходе к этому зданию. Но сам комплекс радует несказанно. Разрушены, конечно. Годы взяли свое. Но даже через развалы, через щели в обороне, видны древние гидропонные бассейны. А там, где есть гидропонные бассейны, там явно и определенно будут запчасти для их постройки и починки. Дело только за малым. Разобраться с рабочей еще турелью, запитанной напрямую от полного генератора. Какая-то сложная и странная система датчиков позволяла ему находиться в рабочем состоянии все эти годы. Но, по счастью, турель хотя бы одна. И с этим можно разобраться. Внутри же, действительно, архитектура не похожа на древние имперские аванпосты. Слишком функционально и технологично. Погрязшие в роскоши имперцы так давно уже не строят. Впрочем, некоторые опасности стоят отберегаться и помимо туреля. Выход древнего топливного узла. Отверстие, что собрало топливом всю эту базу когда-то. И еще одна доказательство того, что устроили это до известных династий. Хлопучка с фажирной пеной установлена в самом опасном месте. Переживать вообще ни о чем. Хотя мы до огня пытаемся и не довести. Даже боящийся огня ката справляется на отлично. Ну а что для гидропонных бассейнов, то, к сожалению, не все они подвержены разборке. Более продвинутые двойные модели жили не проще разломать, чем разобрать на нужной запчасти. Но хоть что-то, хоть какую-то малость мы отсюда вынесем. В конце концов, из неповрежденных удолжен несет только две. Довольно компактные, стоит заметить. И настолько удобные, что перенесет их одна ката. Пожалуй, только что наши пищевые запасы значительно увеличились на дальней перспективе. Да и не лишнее будет посмотреть на еще одну древнюю машину, предназначение которой не совсем понятно. Но расковырять все равно не будет лишним. В конце концов, даже древняя турель, пускай и рабочая, но лишенная фотоэлемента, не представляет особой опасности. Без генератора же и вовсе ни о чем. Древний контейнер казался не больше не имеющий, чем пустым контейнером, к сожалению для нас. Зато поход в целом вышел даже удачно. В конце концов, добить яка другого на дальнюю дорожку назад и можно вообще горя не знать. Благо, что приготовить можно здесь же, прямо по походному. Никуда не спеша и не торопясь. Но это там, на древнем гидропонном хозяйстве, а дома, дома, что собака практически отработала свою веру. Мало того, что защитила огромную часть будущей площади застройки, так еще и начала перерабатывать добытые же камни. Как и его напарник Блиц, немного оправившийся от своей психиновой зависимости и тоже воровавшийся в работу. Пожалуй, они оба, да и Кер тоже, вполне заслужили улучшение некоторого слоя и содержания. Уж то, что на пару кроватей наш строительный дрон построить может. Благо же есть из чего. Но на тему расширения комнат, то вновь открытое пространство под это дело вполне может пойти. Другое дело, что просто взять и добраться до дома не получается. Если путь к древнему агрокомплексу был спокойным, то на обратном пути на Ката и Тейл строят засаду тоже белое единство. Уж слишком плотно они взялись за регион, но эти двое несчастных просто просят, требуют скорее отдать им шесть простых блюд. Проси они, и Ката, возможно, согласилась бы. Охотой можно добыть довольно-таки много еды, но они не просят, а значит придется поучаствовать в бою. Вот только несколько стран, а здесь другое. Наша попережка Ката своим сверхприродным носом чувствует, что одна из нападающих, знакомая ей по запаху. Да-да, от пленника собаки, она чувствовала похожей, и возможно, эта девушка дочь нашего пленника. Совпадение ли? Неизвестно. Но мы постараемся ее хотя бы отпустить, восвоясь спокойно. Пылу битвы, впрочем, не очень получается. А голодалые бандиты были слишком настойчивы, но, по крайней мере, собаке мы об этом рассказывать не будем. Незнание в данном случае будет благом. Конечно же, отрезок пути пускай ознаменовался некоторым понижением температур в регионе, но на базе зато встречающий комитет просто вовсе здравии. Мало того, что три муфала дали нам огромное количество мяса, костей и местами даже кожа, так и постройки идут с ею мильными шагами. Собака и Близз на пару стастроительным дронам начали заготовку чего-то красивого и интересного. И да, пускай Керми ставим материться и чуть-чуть выражать свое недовольство Сидар, целая работа идет и идет более чем значительно. Даже небольшая драка на это не влияет. Как и небольшая же Гиппетромью Тейл, временное и совершенно не страшное явление перед самым порогом родного дома. Перед тем самым порогом, где в отсутствии ката, новые вандиты с фракцией Хокот решают прощупать нашу оборону. Но тут их ждет явная неудача. Мало того, что восстановленная одна из ловушек, так и турелька полностью заряжена в сталью. Да и сами они не скажут, что жибко подготовлены. Шерстяные, да, но все еще страдающая гипотермия. Каждым часом все сильнее и сильнее и сильнее. Но к моменту их атаки мы еще одну заряжаем. Просто для уверенности. Продолжение следует... Продолжение следует... Турельку мы гнищать и теряем, задобретаем нового пленного. Нового донора крови для нашей ката. По крайней мере, если успеем его спасти, конечно. Что без истыляющего катания вампира, тому по себе довольно сложная задача. Сидар брал раз до последнего, но не смогла спасти эту душу. И одновременно с его гибелью из-за гор появляется одинокая фигура. Юная девушка в лабораторном халате и каске. Довольно странное сочетание. И всем своим видом она показывает, что желает поговорить. Несмотря на только что прошедшую атаку, Исидар и Кер помнят заветы ката. Любой, кто желает помощи, ее получит в этом горном убежище. Но уж тем более женщина, что сама хочет нам присоединиться и помочь с научными изысканиями. Она обещает немало изгнаний, и в глазах ее горит огонь фанатизма или гениальности. Сложно отличить одного от другого. Но, подобно предыдущей нашей гостя, это также утверждает, кто может транспортировать сталь. Лучше того, тут же и подтверждает свое умение делом. Там, где была сталь, появляется твердейший уран. Ну а Лиза сразу же врывается в исследование. Не только алхимик, но еще и явный ученый. Для нее расплюнуть будут решать уже маленькую задачку. Ну а там и Ката с подругой возвращаются домой. К чести Тейл она падает с ног на самом входе, замученная немножечко морозом. Но это не проблема, а скорее намек на то, что нам нужно новое расширение производства. Кожа смуфала у нас есть, так что же нам мешает построить маленькую швейную станцию и организовать каждого нуждающегося одеждой. По сути, вообще ничего. Тем более, что там тоже пригодятся кости. Нам же не обязательно делать что-то прямо совсем красивое. Сама Жака тоже практически не выдерживает. Так долго без торпора, так долго без нормальной гемогенной еды. Заправившую с пакетом другим. Она тут же отправляется в родной гробик. Ей критически нужен отдых. Но уже ее товарищи за это время пытаются справиться со всем остальным. Как, например, за заражением у Тейл. Всего лишь в несчастном мизинчике. Вообще не проблема. Правда, и тут нет нам покоя. Не успевает Ката открыться в горных чертогах. Не успевает Тейл пошить перу пуховичок для защиты от холода. Как небо рассекает огненный метеор. Падающая звезда несется от горизонта до горизонта. И, судя по траектории, приземляется довольно-таки близко. Всего лишь два с половиной дня пути в одну сторону. А в такую погоду, никто кроме нас туда и не пойдет в ближайшую неделю. Бедняжка Ката. Спокойный сон, это явно не про нее. Но именно так, похоже, она отмаливает свои грехи прошлого. Такую вот интересную, но неспокойную жизнь. Хуже того, даже этим планам не суждено сбыться вовремя. Ведь одновременно с нападением белого единства в очередной раз. Тут еще и пси-корабль приземляется. Спуская слабенькой, но все же охраной. А за ними, вот это просто совпадение всех совпадений, следуют последователи Хорокса, как бы это в тологии-то ни звучало. Хорокс. Пускай все остальные не знают, но Ката помнит это имя. Даже сквозь сон она чувствует их приближение. Хорокс. Тот самый, кто сидит за Монолитом. Удивительно ли, что и корабль тоже упал рядом. Друзья ли они друг к другу? Сомнительно. Но рисковать мы не имеем права. Как бы ни было неприятно, Ката придется пробудиться, даже страдая от досрочных эффектов. К счастью для нас, культисты не друзья нападающим. Завязываться потасовка. Сектанты атакуют, но не нас. Белая Единства разодорена и злобная. Пытается идти в атаку. Но Акада просто не успевает заставить механоидов, реагирует на них. С другой стороны, даже не пройдя половину пути, эти трусы предпочитают отступить. Монолитные силы Хороксовская раненая торжествуют в этом маленьком сражении. Ката же, замедленный за прерванного торпора, не успевает, но постарается победить. Тем более, что здесь-то заведники могут ей помочь. Цель устремленной до последнего. Эти не желают отступать. Гибнут, но не желают. Да, но и неудивительно. Уж кому как-никак это знать, что монолит промывает мозги. Имеет тотальнейший контроль. И отступление здесь просто не вариант. Эти вот с механоидами можно работать попроще. Эти машины вполне себе предсказуемы. Пойдут на пролом в атаку. И пускай все дары, предстоящие перспективные немножко попадают в ступор. Даже оставшихся хватит, чтобы решить проблему. Пускай способны к перемещению по водной глади, но болото их замедляет достаточно, чтобы наши герои вышли торжествующими. То, что только что могло обернуться их гибелью, вдруг вышло победой. Видать, не только темный бог за монолитом следит заката, но и что-то хорошее в своей карме она все же заработала. Все корабли тоже уходят, оставляя в подарок еще и довольно ценную в анометрическую ячейку. И в этот раз монолит не трогает нашу героиню. Она спокойно проходит мимо, не обращая внимания. Да и что-то обращает. Раз уж проснулась, почему бы не сходить по известным координатам, не посмотреть, что там можно найти. На пару с верной кер, допустим, ведь та уже приоделась пуховичок. Но что касается верного Блица, то он по велению ката отработал свой долг. И пускай все еще принадлежит враждебной фракции, освобождается всецело и полностью. Внезапно пришедшие зимние торговцы не то чтобы манна небесная, но довольно приятное пополнение компании. Им можно это все ненужное. За денежку малую, взять небольшую развлекательную книгу, а то уж совсем грустно в этих холодных пустошах. Зато вот ката с подругой за это время прибывают к точке назначения. В не самом лучшем настроении откровенно, но падающая звезда оказалась, как ни странно, обычным шаттлом, из которого уже что-то рвется наружу. Жуки. Старая недобрая история. Что в Империи, что на окраинных регионах. Жуки заражают от маленькой личинки и становятся причиной полной гибели даже больших судов. Субтитры сделал DimaTorzok Опасные, но замедленные в таком холоде. Ката и Кир вполне уверенно справляются. Пускай потратили немножко дефицитного гемогена. Что же до выживших, то как и прежде, Ката проявит милосердие. Целительное касание для той, что казалось бы уже совсем потеряно. Совсем лишена здоровья. И нет. Теперь у нее есть шансы остаться в живых. Второй же и вовсе неудачно упал просто. Им можно обойтись народными средствами. И шансы на выживание мы им дадим. Но что будет дальше? Исключительно их проблема. Или наша. Ведь спасенный Ксенос просто умоляет позаботиться о нем. Он понимает, что далеко не уйдет. И хотя бы временно просит про обогрев и какую-никакую еду. Похоже, Ката придется здесь задержаться. Хотя бы на некоторое время. А тогда уж тем более стоит проверить, а что же было в трюме у этого шаттла. И интуиция ее очень даже не подводит. Контрабандисты. Вот кто эти люди. Ведь кто иначе привозит копии безумия, потрясения, генераторы пси-импульса, которые ни одно правительство не упускает просто так из виду. Вторая же барышня тоже молит и просит, хотя бы до сугреву, до спадания первых морозиков. Но потом они сами уйдут. И Ката, добрейшая душевая имперяшка, не может ей отказать. Мы здесь немножко задержимся. Да, разберем оставшиеся двигатели. И больше, что они тут упускают немного, но продвинутых компонентов. И на этом, пожалуй, сделаем маленькую паузу. Традиционно я напомню про наши телеграм, дискорды, вконтакт, ссылочки на которые можно найти под видео в описании. Но вернемся к приключениям нашей Катам немножко позже, в следующей серии.